Выспаться, не пить несколько дней, и все будет таким же, таким же бодреньким азиатом. Ай, и доту бросить еще. Ну это нереально. Ни первое, ни второе. Короче, никогда мы не спутаем тирана. Майкер, троллинг насчет Клавы? Это иллюминация такая. Конечно, троллю. Это все иллюминация. Это чисто иллюминация. Я просто говорил о Клаве Тиаше, а показывали фокуса, и как бы, видимо, кто-то спутал азиатов и видит клавиатуру с подсветкой, но не розовую. Ну, в общем, как обычно. Ну внимательнее, ну внимательнее. Ну показывали эту Клаву уже сто раз. Поехали. Начинается игра. Трезвый тиран, играющий в лол. Мне это еще страшнее. Вообще. На Голде, пишет Хандрид, в декабре мы угорали, как он похож на бабулю. Так. Мол, надо ему вязание набор подарить. Потом спросили, как по-корейски будет бабушка. И далее как-то в автобусе спросили, а где бабуля? Корейцы не поняли, о ком речь. Мы пояснили, они ржать начали. Ну и далее. Понятно, понятно. Это Дота. Это одна из первых версий Дот, лучшая из версий. Кто-то говорит, что лучшая это 5.64, кто-то говорит, что 6.36. Но лучшая версия Доты это 1.31 на данный момент. Вейкон Эйри, привет. Лейд Мастер. То есть юмор, он такой, интернациональный. Ну, действительно, фокус, в отличие от большого количества корейцев, почему-то особенно похож на нестареющую азиатскую бабушку. Которая неплохо играет в арках. Снешно. Ладно. Овцу нещадно убивают, потому что, видимо, мешала она не раз отступать, блочила. Лучше потратить один удар и избавить себя от возможных мучений. Вот эти вот все убийства, они вымучены просто, вымучены. Делай потише, бэк-турок. Но меня вроде хорошо на их фоне слышно. Они фон создают, и, в принципе, если прислушаться, можно и понять, о чем они говорят. Я периодически так делаю. Особенно, когда нечего сказать. Ну, или так, чтобы подколоть их как-нибудь. Так, кольцо, инта, кольцо, и замазк. Выбиваем зарядный из Мурлока. Ну, он просто грунцером забайтил армию. И, ну, благодаря этому выиграл время немножко. Правда, футмен все равно присматривает за этим блэйдом. Ну, nothing shield. Подблочили еще там неприятные эти Мурлоки. В общем, взаимно они присматривают друг за дружкой. Как только отошел Блэйдмастер, сразу побежали ополченцы, чтобы доесть то, что осталось. Ну, очень красиво, на самом деле, сейчас разбежались они по криппингу. Не отдать бы. Ха-ха-ха, нет, гранд добил же, или нет? Да, фокус, гранд фокуса, хорошо. Красиво. Подрезается еще один футмен, очень близко уже блэйд ко второму уровню. Без виндвока будет это делать. Наверху у тяж, как вы видите, добивает Мурлоков. Делает ламбер мил, достраивает там третью-четвертую ферму, не вижу какую конкретно. По времени уже... Не, по времени третья получается. А, и по лимиту справа у него третья, окей. Оп, добивает последнего зеленого Мурлока. Да, но все еще первый блэйд, посмотрите, сколько у него. Экспы не хватает, но не хватает. Без критов не очень хорошо. Тут футмен бегает за грандами для того, чтобы они на халяву не лечились. Блэйд замазывается тоже. Но перебивает лечение сразу же. Очень хороший микроконтроль, конечно. И там успевает, и тут успевает. Здесь подсейвило грандта, но и тяж тоже успел отвести от Бороса хорошо футменом. Такой микроконтроль сумасшедший. Просветочка пошла. Да нет, нет, там виндвок и... Нет, не должен. Но если сверху подблочишь, то может быть. Да, и будет. Но виндвок еще некоторое время будет действовать. Да ладно, что ты делаешь? Ошибка! Мистейк! Нет, убьет, убьет. Офигеть. Фокус передумал. Передумал. Он потерял из виду Архимага. Ну? Да. Да, конечно. Короче, они не понимают. Фокус попытался предугадать хитрый ход Тиаша. Хитрый ход Тиаша заключается в том, что Архмаг пропадает из вижена от елок. И в этот момент он должен забить на Блэйда, потому что тот должен продолжать убегать. И побежать к своим футменам для того, чтобы добавить урона и поймать там Блэйда. Но Тиаш не стал так делать. Он просто продолжил бежать на Блэйдмастера. Все. Ну и потом потерялся почему-то, отвлекся еще. Когда наткнулся на Архмага, и все. Но, скорее всего, это был не мисклик, но там как бы и мискликнуть сложно на самом деле. Ой, Хекс опасный. Скорее всего, Фокус просто немножко передумал. Перемудрил, так скажем. Перемудрил. Ты где-то сапоги у Архмага. Ничего страшного. На виндвоке ты отбегаешь нормально. Ти-ти-ти-ти-ти. А, пересмотрите, момент. То есть я допускаю, что он еще мог взять Гранта наверху и начать там с футменами как-то разбираться. И при этом потерял контроль за Блэйдом. Или... Тыкнул. Ой, молоток, вы видели. Но молоток влетел. Хреново влетел молоток. Успел добить. Но хотя теряет Гранта здесь еще одного. Скорее всего, потеряет второго. Есть еще мана на один молоток. Можно даже попробовать подрезать. Если была просветка, можно было и Блэйда подрезать. Ну, придется тратить, видимо, молоток на этого Гранта, да. Ну, там... Ох, там два приста, зато мега биты. Минус один. Лучше не выходить из виндвока. Вышел. Раз. Два. А там нет маны на молоток, поэтому он спокойно эти две секунды пережил. Да, два Гранта, но там прист, кажется. Там два приста. Ничего страшного. Погло быть хуже на этом Крипджеке. По крайней мере, мог отсюда Блэйд не уйти, если бы была просветка какая-нибудь. Он очень долго тусил рядом с магазином. Пара спирит-волкеров. Ну, пока у Тиаша ситуация получше. Ну, по крайней мере, он и героя не терял, и архмак у него повзрослее. Лимит сопоставим. Блэйд пытается присматривать, но у него нет маны, к сожалению, для того, чтобы долго здесь задерживаться. То есть он не может просто так выйти, добить и уйти в освоясье. Ополченцы даже подбежали. Я же подумал, что за эту точку будет сражаться фокус, но не будет. Что там за артефакт интересно? Циклон. Пошла атака 47, лимита на 40. Там, кажется, даже сапплай блок был, да? 44. Сейчас дозаказался фокус, но ему здесь нельзя сражаться. Ну, то есть это очень больно будет. Падают пионы. Парочка минус. Там, правда, тоже рабочие страдают. Почему не молоток? Там же вроде закидывается хорошо. Пошел винвок. Он чего-то ждет. МК как будто... Как будто боится ману раньше времени трассе, но она у него полная. Я не понимаю, почему он... Первый молоток хотя бы... Да, пошли вышечки. И... Это... Это дикая провокация. Кадоэ нет. Есть одна виверна как раз для того, чтобы, видимо, по вышкам отбиваться. Пытаются тыкнуть в коня. Ой, хороший циклон. Ай-диспел. Ну, падает один рейдер. Сетка закончилась. Рабочие не чинят вышку, к сожалению. Минус футмен, минус рейдер. Да нет, тут спокойно добивают тяж. Не вижу... Не вижу, как тут отбиться можно. Хотя вышки, в конце концов, отменили. Блэйдмастер получил третий левел, да и свиток еще есть. Лимита по-прежнему меньше у фокуса. МК все еще с большим количеством маны подрезает еще одного рейдера. Виверна может попробовать. Не отменил вышку. Свиток пошел от блэйда. Да, фокус пока держится. Виверна очень хорошо зарешала, конечно. Третий СХ уже. АМК-то второе все еще. Да, отбивается фокус. Блин, отбивается фокус. Одна Виверна там натворила делов. Она отменила пару вышек. Она там покоцала или даже убила сорочку. Вот так вот фокус. Его было меньше, у него были по уровню герои хуже. И он перешел, отбился почти без потерь. Ну там два, кажется, рейдера только сдохло и все. Даже Виверна выжила чудесным образом. Переваривается брякер. Нет, сейчас уже совсем другая ситуация. Каким образом ему это удалось, я не представляю. Причем он некоторое время просто тыкал в коня, безрезультатно. Жуть. Ладно, ну игра, конечно, еще не закончена, но они как минимум подравнялись. Разведка все еще работает, потому что в кодое переваривается брейкер и бежит сюда Тиаш. Пытается кого-то подрезать. Кинулся в кодое. Ну Маутон Кинга, конечно, с Эвэйдженом, с Кольцом Защиты и с Энвулом покусить это... Ну он бьет того, кого увидит, короче, Блэдмастер. Незатейливый такой. Баш. Съедают опять кодое одного брейкера. Ну как же, как же... Бешеные кодое врываются и жрут. Просто жрут. И Виверна хороший ДПС сверху дает. Смотрите, она все еще жива. Отстреливает приста. 51 на 49. Но 6 лимита минимум в желудках у кодое. Разваливает стяж. Ё-моё. Как? Да, там сейчас Оби-Маска у Сахи работает. Подрезаются спокойно. Кастер и Блэдмастер четвертого уровня уже с критами. Игра переворачивается. Второй раз. Ну в смысле, в ту же самую сторону, но... Опять фокус отбивается, дико. Он так контролит дико. И все ровненько вроде там. И сеточки кидает, и кодое мы подъедает, и диспейлит, и спиритлин кидает, и... Так, спокойно, 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 и хопа, и сам ничего не теряет. Классно. Пион прячется. Тяж не останавливается на лимите 50. Видит, где армия оркам. Ай, вот... Эту красную точку желательно не отдавать, конечно, фокусу. Не знаю, побежит ли сейчас TH в правый нижний угол или нет. Да, побежит, но, скорее всего, не успеет. Причем, фокус прекрасно знает, что его видно, и он старается как можно быстрее выбить из этого магнотаура, или как там его зовут, 4-4 артефакт. Нет, просто отдал эту точку, и... Что-что-что-что там выпало? Серклетка просто. А мне казалось, там выпадает что-то более... А, там и вейжен, скорее всего, выпал, да? Хорошимка. 54, 56, нычка строится, невидимый элементарий идет в сторону экспанда. Ну, там СХ-4, не дай бог, до пятого каким-то чудом докачается. У него, в принципе, есть еще вот желтая точка и красная, если он... Блэйдмастера еще будет отводить... отводить периодически. Это опасно, конечно, но... Ну, хотя бы 4-5, хотя бы 4-5, это уже будет переворот. Но Тяж продолжает штамповаться, он базу как раз не строит. Скорее всего, он уже знает об экспанде. Элементарий прошел невидимый и панычки, и сейчас видит армию орка. Тяж готовится атаковать. Это такой крипджек, но он не очень жесткий, потому что отманивает нейтралов. Да, понеслась. МК ждет момента, кидает молоток, крабик, крабик вместо МК, и добивает крипа, получает 4-4. 60 лимит на 57, смотрим. Хорошая позиция вроде как у Тиаша, но опять Кадои собираются жрать. Блэйд нарезает диким образом, довольно быстро нарезает. Что у него? А, у него две серклетки, еще там... МК под... Фокусит вместе с брейкерами рейдеров. Пытается подконтролить даже каждого из брейкеров. Там сетки кидаются, ничего себе. Так, АСХ у нас с последним лечением. Да, Виверная подлетает. Может быть, это та самая Виверная. Так. Да, у Фокуса лимит снижается быстрее. Не хочу раньше времени, как, короче, говорить. Баш на СХУ. Нет, это вторая Виверна. Одна Виверна сейчас развалится на Элементале, недоконтроливает Фокус. Под слоу, другая Виверна. Ох, еще минус перед Волком. Ну, Тиаш вроде выигрывает. Пятый, правда, Блэйд. Сейчас криты пойдут. 162, 165. И сейчас он прокачает третий криты. 200+. Ааа, но его замедляют. Баш сверху. Крит на 190. Винвок уходит в Блэйдмайстер. Ну и вот как, как, как. Очень хорошая атака. Прям очень хорошая атака. То есть он прям ворвался во время криппинга. Хорошая позиция. Под инвизным элементалем там прям... Да, он... Да. Сыхают не пятый. Я думаю, что тык в Маутен Кинга сейчас как отчаянная мера будет. Пытается отступить Фокус. Битый очень Блэйд. Да, нычка работает, но... Баш. Да, Спирит Линк еще перекастовали брейкеры. Спасли своего брейкера из желудка. Ну его стараются сторониться, потому что... Столько времени провел там. Даже отдали его Блэйдмастеру, потому что... Это не наше. Страдают пионы. Пытается Фокус, естественно, посражаться. У него почти пятый СХ. Бутылка маны. Реген идет. Ему подрезать одного юнита. И все, будет третье лечение. Он наметил... приметил сорочку одну. О, сейчас же молоток влетит просто. Как же инвола не хватает. Сейчас так Блэйд будет страдать. На-на. Очень скерри. Третье лечение, тем не менее, у Сахи чудесным образом живет пока еще Блэйдмастер, но... Тяжело, тяжело жить. Очень тяжело. Сейчас третье лечение в Блэйда должно влетать. Он должен... Начинает бить Маутен Кинга. Крит на 200. Тут же, тут же, Баш еще сверху. Блэйд убегает. Наши стихи так сразу замазывается. Кадои пытаются съесть, съедают, но... По ним фокусят еще одно третье лечение. Не сдается фокус. Маутен Кинг получает пятый уровень. Третий молоток. У Кадои просто минус половина ХП после одного молотка. Хотя, может быть, стоило припасти под Блэйдмастера и... Но сейчас есть ман... Нет, нет маны под еще один... Баш! Как же он... Крит на 240 от Блэйдауна не прокачал после того момента третий крит. Видимо, держал при себе. Да, и тяж все равно давит. 55 лимита. Нычка не добывает. Подрезается еще один рейдер. МК дикий. Молотки раскидывает налево-направо. Не жалеет. Регенерация маны дикая. А нет, там просто разброс, видимо, по критам очень большой. Эти 190 с 230. GG пишет фокус. Кто бы мог подумать, что после двух таких сражений... Тяж, да, тяж помотал головой. Типа, как так-то вообще? Он вернется в игру. Там третий ауру. Да, скорее всего, там третий ауру. Я чуть не обратил внимания. Ну или мы, скорее всего, вторые. Ну да, да-да-да. Под МК, под кастеров. Наверное, лучше третий ауру брать в такой ситуации. Я думаю, что это было два больших ошибок. Первый был используя Блэйдмастера в первом игре, который costed ему много времени. Это, наверное, уже вставил в т.х. Второе. Он боролся так сильно, после этого БМа, в первом игре, с этой одной борьбе в своем базе и с этой другой. Вот сейчас я думаю, что он приблизительно на таком уровне. По крайней мере, по контролю уже должен был сравняться, как минимум. Хотя, возможно, во мне ностальгия говорит. Надо пересмотреть просто игры. Но... О, смотрите как. Смотрите, смотрите, смотрите. Да, вот, сейчас нам... Нет. Нет, это была грубая ошибка, короче. Это была ошибка. Это был не майнгейм, это была ошибка. Он просто... Он думал, что, может быть, с него уже, да, спал. Но... Смотрите, как контролит, а? Смотрит туда, 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 сюда, туда. Здесь можно сравнить тогдашнего Sky и нынешние тяжи. По мне, тяж лучше играет. У Sky это была фактически... Одна-две универсальные стратегии, отточенные до идеала. Ну, то есть, такой китайский трудяга. Рейфлопыш понеслась. Вот, здесь вариативности значительно больше. Нетипичных ситуаций их тоже. То есть, чтобы победить Sky, тебе нужно было просто отбиться от Рейфлопыша чаще всего. То есть, дальше у него сценарий был отработан гораздо хуже. Любой нестандарт мог поставить его в тупик. Поражение от Криолофуса, который вообще играл мега странно, это как раз следствие того, что, ну, выбили Sky, бедолагу из колеи. Вроде как Демон Хантер, вроде как Хантресс, но Хантресс несколько больше, чем обычный. А он, вроде как, должен пушить, и он теряется. Ну, в общем. Вот что ты говоришь, говорит Спейл. Спейл, я думаю, ты тоже как старичок просто. Может, ты, конечно, лучше меня помнишь, как там Sky контролил. Но мне кажется, что по контролю сейчас бы он тяж проиграл. Привет, Спейл. Короче, после такого поражения Фокуса будет тяжеловатым, потому что две выигранные, два выигранных сражения, важные, почти ключевые битвы. И такой камбэк классный. Но бьется. Но бьется. Микро было шикарно у Sky, лучше, чем у Тиаша, про стратегии исполнения согласен, но игры на теймп против Муна и Sky по одному часу все-таки доказывают, что макро он мог играть. Это когда Мун его гонял по всей карте и нычки ставил. Какая именно из игр на ТМ? Когда он бегал одной армией и сносил по нычке, а там вырастало по две? Или та, где Муна его гонял, а потом рейнджер, и переманил рабочего, и построил алтарь Архмага, и заливал его Близзардом? Я что-то не помню таких затяжных игр Sky против Муна на ТМе, которые шли бы не под диктовку Луналикова. Я обновил в МОТОД, говорит, Гэмбл, текущий статус игр Императора. Может кто-то будет читать. Надеюсь. Сегодня играл хорош. Надо было выше поставить. Капс? За капс плюс сразу. Восклицательных знаков мало. Можно еще как-то выделить там всякими дефисами равно. Хэппи будет сегодня, ёппарас. Видишь, все зря, понимаешь, все зря, Гэмбл. Ох, Sky'во вполне нормально в макро танках рассказывал. Слушай, ну вот давай не будем вспоминать вот эти вот... Я понимаю, что ты тоже когда-то был танкистом, но вот эти вот моменты, темные истории лучше не вспоминать. Был и был. И хрен с ним. Камбузеры, чертовы. Ненавижу вас. Что, про форсеры уже вспоминали у фокуса, но я... Сейчас посмотрим. Блэйд Майсер. Переименую стрим в хэппи. Хэппи будет. Да, может быть, название трансляции, которое такое явно байтерское. Ну, на самом деле, хэппи вчера, ну, название трансляции было хэппи вчера. И он оправдал, собственно, и надежды, и ожидания наши все. И я решил, что... Что сегодня... Так же поступлю. Скайп благородно играл в танках, мне хотелось плеваться в монитор, потом армию стрелы и выдавал сражение. Ну, так танкисты, как правило, так и заканчивали. В результате они все равно настраивали лимит. Какой-нибудь обычный это грифоны, чтобы еще с разводами помогали. Мобильные, хорошо, а овы убивают, когда те встают. Великодушно в танки играл. Не-не-не. Успокаивай себя, как можешь, но... Побежали. На хорошего тролля позарился сейчас фокус. Он контролит, опять же, грунцером армию врага. Сам спокойно выбивает в арт. Один, как правило, здесь ставит в проходе. А, TH пошел нычку... В смысле... Магазин отменяет, судя по всему. На бору уже на второй не бросишься. А вот магаз изи отменяется. Угу. Ну, пока такого нет. Магазин заказывается внутри. Хорошее агрессивное начало от TH. Опа. Расскажи. Подождите, это какая-то особая техника от фокуса? Может, он как эльфа воркшопом будет застраивать орка? Ладно, посмотрим. Ботиночки купил, просветочку купил. Ну, либо ранние рифлы, то есть... Да? Возможно. Да, Вижена пока еще не было. Так. Заметил. Спрятался, чтобы... Да-да-да-да-да-да. Оооо. Увидел, увидел. Или услышал. Ай, грамотно. Услышал, скорее всего, вард. Постановку варда. Красиво. Да-да-да-да. Ну, вроде, вроде Блэйд, да, был немножко, немножко северней. И на линиях отличная опять сеточка от Мурлоков. Ну, ох. Как же они за каждого крипа воюют, понимаете? За каждого крипа. Хорошо, Блэйд нарезает один фут в... Ну, пфф! Фокус ошибается во второй раз. Как же красиво он контролит, а? И не подпускает к Мурлаку, к тому. Получает второй уровень. Вполне заслуженно. Блейд мега битый. А вот сейчас тяж, в принципе, мог его и догнать. И может еще, потому что есть ботинки. На крипах надо отдаваться Да Что-то фокус уже второй раз отдает Блэйда В разных, правда, обстоятельствах, но тем не менее Возможно, все-таки стоит ботинки закупать в Блэйду Тем более, что сейчас после патча нет вообще никакой проблемы с покупкой сапог Даже на картах, где один магазин, тут вообще два Потому что... Ну, это уже превращается в систему, понимаете? Разница не такая большая по стоимости То есть, если есть вероятность даже первого БМа отдать И за 170 Хорошо Там прям было видно, что Футмен, скорее всего, добил бы с последним ударом этого Мурлока И тут он превращается... Очень хороший микромомент Очень хороший Причем, скорее всего, даже... Это был байт от Орка, чтобы тот подбежал поближе Ну, было красиво, он прям замахивался Ой, классно Хороший микроконтроль, очень хороший микроконтроль Скажем так, не с каевского уровня Ой-ой-ой, сейчас Люблю поджигать Так, Блэйдмайстер крутится рядышком Вард убили Блэйдмайстеры после нового Виндволка Они, конечно, сторонятся уже армией Потому что все-таки есть у тебя Футмен на криппинге Ладно, ничего не было Ничего не было Ну, просто бывает такое Ограф Давай только этого ретаргет Хорошо Причем искать с подключением О, СКЕ, привет Так Нон-стоп криппинг просто Почему футы били стрелка? Их заставил Их заставил А футы били стрелка? Не знаю Не знаю Ошибка, наверное Не понимаю, о чем речь Ну, зато разведочка Там 3 СХ уже есть Большой инвол у Блэйдмастера Играют более пассивно Но сейчас можно, кстати, благодаря Сентриварду Хорошо поймать на криппинге Да-да-да Сейчас под спидами, наверное, будет ловить Ну-ну-ну-ну Сетка-сетка На трех юнитах сетки Одна от рейдера Два от троллей Хорошо подрезает Блэйд Второе лечение Скруллов спид Минус прис Призт один, минус призт два. Потерялся немножко Тиаш, кажется. Очень, очень битый Огр. Его собирает сейчас, как вы видите, Тиаш наверху. Нам не показывают, какой артефакт. Большой бутылёк маны. Ох, переда... Не, не передаёт. Надо передать. Передавай. Передал. Пропил. Подлечил. Пошёл контроль. Правда, Блэйт сейчас может сдохнуть, но это большой НВУ, скорее всего. Свиток лечения ещё. Клэп по всем, просто клэп. Диспл пошёл. Минус райфл. Диспла больше нет. Лечение хорошее заходит. Ай-яй-яй, как же клэп тащит, а? Да, отступает. Всё-таки фокус. Ну, ворвался он прекрасно. То есть он и добил, и подрезал. Это был прекрасный крипджек. Хотя ему пришлось отступить, но это всё равно остался в серьёзном плюсе. Да, контролит фуд. Хорошо. Как же разведку делают грамотно? Что-то выпало букву дэта. Пошёл продавать. Как же долго этот Огр сопротивляется. Посмотрите. Он ещё может рейдер убил рейдера, вы и вам просто. Да. Да чё? О, блин, мне кажется, они переоценивают эффективность этого. Что-что-что? Почему? Почему? Там 15 всего в секунду. И как часто Блэйд находится в самой куче. Он, как правило, на крайнем юнити. То есть попадает по дому, по максимуму, по двум людям. По сравнению с тем ДПСом, который он с руки заносит. Ладно бы это был какой-нибудь, не знаю, там, Пит Лорд, Маутон Кинг, который вырывается, ему плевать, он самой кучей, и он молодец. Но это же Блэйд. Он часть сражений вообще проходит, проводит на краю... Ну ладно, посмотрим, как битва будет проходить. Почему 15-10 вроде? Нет, это эмаляция 10-20-30. Так, Клок 15-ку даёт. Это старые из... из рока, кажется, значения. Ну то есть это старая песня о главном. Когда Близзы делают артефакт, который равен по эффективности скиллу, там, аури, либо... там, ещё чему-то, неважно. Или обилки. Потом фиксят обилку, но не фиксят артефакт. И в результате ты получаешь, там, какую-нибудь ауру паладина, которая там 1, 1, 2... Короче, идёт сражение, подрезается... Подрезается что? Подрезается что там? Что там? Что там? Ну покажите. Хилл... Нет, да, он подрезал. Он подрезал, плюс 6, кажется. Бьёт Маутан Кинга. Не, Блэйд сейчас вообще врывается вперёд. Он здоровый, и он горит. Вот сейчас ДПС, конечно, хороший. Прям-прям горит-горит. Минус... Ещё один рейдер. Да, там прям-прям... Очень много... Гранд, два рейдера, один Братрум. Только Блэйдмастер жжёт. Кружить человека с большим инвулом и под эмаляцией? Интересное решение. Давайте посмотрим, чем это закончится. Пошёл инвул. Да, тут же... Тут же отменил Хилл Вард. А Архмаг, как у него со здоровьем-то вообще дело? Там такое всё красное! Минус сорочка. Ещё разок! Ах! До конца просто сражается. До конца. Ну, Блэйдмастер, две серклетки, плюс шесть силы, эмаляция, большой инвул. Окружим его. Да, да, да. Не, ну тогда без вопросов, конечно. Эмаляция очень хорошо нажгла. И потому что Блэйд был здоровым, не боялся ничего, то есть он не ловил молотки, МК охотился за всякими там рейдерами, ну, в общем, за юнитами другими. Инвул нужен. Прямо перед пионом делают нычку. Ничего себе. Ну, тебя аж чувствует, что он молодец, у него хороший лимит, у него сопоставимые герои. А фокусу нужно что-то придумывать. Я думаю, что единственный момент, возможность, это тык в коня. Тык в коня просто. Тык в битого коня. Подрезается прист, клэп отличный, влетает по всем. Нет, только тык в коня спасет. Начинает тыкать в Маутен Кинга, не самая тоже классная цель у него. ГГ, короче, 2-0. МК выдержал удар с тремя зерклетками и с кольцом защиты. Такие отчаянные поступки просто у людей. Ну, он отступает, и все, это ГГ. 30 членов на 55, до свидания. А может быть молоток? А, не важно. Да. Ну, хорошо. У нас впереди Хэппи. Фокус расстроился. И, может быть, с некоторыми ошибками. Может быть, с некоторыми обновлениями. И, может быть, это делает нас, конечно, надеящее, что он не просто стомпит для всех, как Муны, как в последний раз В-гел. Сделать это более один-сиден, что в конце концов.